Ну что, друзья мои, готовы отъедать? Вкусный, источный, спелый, свежий пельмень. Ребята, на самом деле мой шашлык был готов быстрее всех. Мы даже его уже достали. Вот, Степан, покажите вот это, пожалуйста. Шашлык, я просто взял на шамфур сыр. В общем, не делайте это никогда. Делайте это всегда очень вкусно, ребята. Да, очень вкусно. Прям ешь и радуйся. Вот так выглядит шашлык из сыра. Если добавить вот в эту... Он стек, он стек весь сюда. Если в эту чашку добавить сливки и грибы, допустим, Борь-жулен. Борь-жулен, тот самый. А я люблю жулен. А так, а представь, если бы у тебя все накапало на... На кури. Дайте мне вилочку, пожалуйста, и я вот буду... Ну а теперь, друзья, любопытственно вам, что там происходит? Мне любопытственно, что с пельменями произошло. Вы посмотрите. Вот это мне очень нравится. Вкусненько? Сыр стек с картошкой. Я не знаю, вкусненько, но это мне очень нравится. Ну что, начнем с вареников. Угу. Ну, хинвазь, пельмени. Предлагаю, пельмени прям сразу. Ну, с классики начнем. С классики, ну хорошо. Только снять бы это все как-нибудь, ребята. Ммм, давай. Горячо. Ммм. Ммм, есть. Ну что? Скажите так. Первый. Шашлык из пельменей. Наверное, единственный в мире пельменный шашлык. Готов? Давай. Первый, Дима, или уже были такие, да? Конечно, это не первый, далеко не первый. Давай, не стой, стой, стой. Стоп, стоп, а это ты в некрологах читал или нет, надеюсь? Антон, бери. Можно руками брать, это же шашлык. Да, спасибо. Спасибо, Роман. Соуса не хватает, вот, друзья мои. А шашлык на электро-шашлычнице без соуса всегда. Помакай. О, сыр! Вот так вот. Чувствуете? Как предусмотрительно. Как в воду глядел. Как в сыр глядел. Очень классно, сыр. Ага, ну, он уже все, по-моему, он опять вернулся. Держи, чашка, ты подержи пальцем, я помакаю. Спасибо вам, просто обжигаешь, я не могу выдержать чашку. Надо заметить, что пахнет теми самими пельменями. Жареными. Даже немножко вареными пахнет пельменями. Антон, пока Антону немножко вареными пахнет пельменями, я держу сыр, пока... Ну, все равно нет, это как жидкость. Не ньютонова жидкость, или ньютонова, наоборот, какая там жидкость. Ну, как на вкус? Можно я буду сыр ездить? На вкус пельмень, только вместо теста, привычного и мягкого, у вас сухарь. Хорошо, все. А мясо-то готово, самое главное? Шашлык в очень старом лаваше. Смотрите, какой у меня красивый сырный шашлычок. А есть еще там? Нет, ты все забрал. Нет, я пытаюсь оставить вам что-то. Продолжаем. Хинкали. Ну, и давайте варенье сразу снимем. Вот. С хинкали больше всего накапало в эту чашечку. Они были, по крайней мере, самыми сочными изначально. Давайте посмотрим, что получилось. Вареньки были с картошкой, да? У вареников случилась беда, потому что картошка из них вылетла. То есть прежде чем приготовить шашлык из вареника, его нужно обмотать скотчем предварительно. Да, вы не могли бы вылететь оттуда картошку. Если вы смотрели фантастический фильм «Чужой», то примерно вот это и происходило с вареником сейчас. А то фильм «Чужой» был из картошки? Сейчас он похож на, знаешь, китайские печенишки с предсказаниями. Открываешь? Нет, предсказания. Я могу сделать предсказания, а кто поправится сегодня на 2 килограмма после такого завтрака. Давайте хинкали попробуем. Ну, в общем, вареники не вариант однозначно. Не вариант, да? А пельмени были варианты? Сейчас. Пельмени еще более-менее. Мне кажется, пока вариант – это сыр. Сыр? Ну что, хинкаль. Посмотри внутрь. Посмотрю внутрь. Он тоже пытался изобразить себя «Чужого». «Чужой-2». Грузинская версия. Это же глазик какой-то, чей-то глаз. Это улитка. Может, это чей-то рот? Не ешь, не ешь. Мя шепчет он. Давайте попробуем. Ну, вот это уже лучше, потому что сок хинкальный, он обволакивает внутреннюю оболочку тесто, и тесто получается сочное, мягенькое. С пельменем это не прокатило. Ну и давайте вот заключительную нашу. Вкусненькую. Картофель с сыром, Антон. Ну, это шикарный, кстати, рецепт. Это был по форме и по содержанию. А сыр, опять же, стек. Что мы сделали? Мы чередовали только картошки, только сыра, только картошки, только сыра. У нас получился вот такой вот сырно-картофельный шарик. Шарик, да. Давайте попробуем. Вообще, Антон, то есть, недостаточно быстро готовится картофель в такой постудине. Вот обычный жалон. Не так быстро готов. Ну, как-то так в целом. Получилось? Ну, давай. Готов, ребята. Он не горячий? Почему? Пожди и завидовать мне. Угу. Горячий, я сейчас себе всего больше какую-то выдачу смешно. Теперь раз съесть всю, очень быстро. А я в голову, в голову, я не заплакаю. Ну, как, вкусно? Этой реакции мы и ждали от тебя. Очень вкусно. Давай. Но попробуем и мы. Давай попробуем. Опять же, ребята, не хватает фоуфа. Солфа? Солфа. Зачем? Там же сыр дает сыр. Нет, помокать. Если бы тут, значит, был какой-нибудь фоуф, сливочный сносит. Да, сливочный сносит. Да, сливочный сносит. Солфа не хватает. Не хватает. Может, не хватает проклады в этом шашлыке? М-м-м. Попробуй, попробуй. Поговорить с нами на одном языке. М-м-м. М-м-м. Я же не хватает соуса. Солфа. 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 Обрыгает. Обрыгает. О-о-о. Да. Картофель не готов. Сразу могу сказать. Картофель сырой. 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 Да, подольше. Подтомить, подольше надо. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...